Глава Севастопольского избиркома не видит нарушений в действиях активистов в желтых кепках. Об этом он заявил журналистам в 17.00 во время очередной отчетной пресс-конференции. По словам председателя Севастопольской городской избирательной комиссии Сергея Даниленко, для расследования ситуации требуется заявление от потерпевших. Если вы считаете, что это незаконно, что это может быть формой подкупа и так далее, нам нужны определенные факты в этой ситуации. Если, как вы говорите, это тысяча людей, то кто-то может сделать заявление. То есть ни одного заявления ни нам, ни правоохранительные органы не поступило, что это якобы противозаконно. Нарушение в действиях активистов в желтых кепках все же было замечено избиркомом, но, к сожалению, не то, которое реально влияет на избирательный процесс. Были с утра случаи, когда эти люди в желтых кепочках заходили в здание, где расположена участковая избирательная комиссия, что, конечно же, недопустимо в том числе и для проведения социологических опросов. Комиссии среагировали и правоохранительные органы быстро, в общем-то попросили выйти и не находиться в помещении. Вопрос, почему глава гор-избиркома не считает возможным начать расследование или побудить к этому структуру МВД, опираясь на информацию в СМИ, остается открытым. Прокуратура и Следственный комитет, к примеру, такую практику не считают зазорной. Множество расследований этих ведомств как раз основаны на сообщениях в средствах массовой информации и интернете. Хотя бы кто-то должен что-то написать, да, то есть для того, чтобы мы начали эти вещи, ну мы, там, правоохранительные органы должны расследовать. По словам Сергея Даниленко, несоответствие задания и реальных действий волонтеров у избирательных участков – незабота избиркома. Процедура соцопроса может быть любая, организаторы выборов не отслеживают ее соблюдение. Мы не вмешиваемся в процедуру, которая есть. Продолжение следует...